Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геленджик, Сочи, Туапсинский район и еще десятки курортных зон. В этом году миллионы отдыхающих посетили Краснодарский край. Но кроме позитивных эмоций, люди столкнулись и с проблемами. Их обсуждали на расширенном совещании в Анапе. Руководители профильных ведомств докладывали губернатору. Закрытые платные пляжи, небезопасные аттракционы и черные отельеры – все это портит имидж отдыха на Кубани. Как борются с этими явлениями власть региона, узнаем из следующего сюжета. У кого-то отпуск в самом разгаре, а кто-то только приехал. Но вместо курортного релакса – туристическая ловушка, в которую людей заманили владельцы нелегальных гостиниц. По решению суда их должны снести. Приставы просят съехать отдыхающих из незаконно построенных зданий. По-человечески делать это сложно, но нет никаких гарантий, что отдых в таких постройках будет безопасным. Кроме того, так называемые черные отельеры работают без лицензии и не платят налоги. Как бороться с подобными проблемами, которые мешают развитию кубанских курортов, говорили на расширенном совещании. Его провел губернатор края. Количество отдыхающих у нас растет, это объективно факт. Но и качество услуг должно расти. На самом деле перспектива наших курортов – это должна быть перспективой современнейших курортов. Еще более качественных с точки зрения оказания услуг, с точки зрения комфорта отдыха. Это касается и в целом муниципальной инфраструктуры в том числе. В совокупности нельзя сказать, что если в этом отеле все хорошо, выходишь за забор этого отеля, а там все плохо, ну какой же это отдых? Какой это курорт? Не курорт это. Поймите, отдельно взятый санаторий, пансионат никогда не сможет сделать бренд курорту, целому курортному городу. Все вместе, объединившись, мы можем сделать образцовый курорт, комфортный, желанный для того, чтобы туда возвращаться, возвращаться и возвращаться. Любому отдыхающему, любому туристу. В этом году в регионе отдохнуло более 15 миллионов человек, больше всего летом. Однако, итоги высокого сезона пока подводить рано. Зато к следующему уже начали готовиться. В первую очередь, необходимо решить вопрос с доступом на пляжи. Губернатор не раз заявлял, дорога к морю открыта для всех. Однако, от туристов продолжали поступать жалобы. Например, в Туапсинском районе в одном из санаториев за проход к пляжу требовали деньги. Подобные случаи и в Геленджике. Разобраться в подобных ситуациях Вениамин Кондратьев поручил во время межсезонья. До 1 мая. Свободный, беспрепятственный доступ к пляжу. Вот что сегодня нужно и все. Для современного курорта. У вас есть сейчас межсезонье, чтобы выйти с исками в суд и еще и победить. Либо договориться с этими владельцами санатория, чтобы они вот этой ерундой не страдали. Красивый общий пляж, без внутренних перегородок и тому подобное. Что и должно быть на самом деле украшением курорта, а не отдельно взятого санатория. А вы должны обеспечить при том единобразие и качество пляжей на всей протяженности, а не только у отдельно взятого санатория. Чтобы хорошо провести время в летний зной, не обязательно ехать в курортные города. Зоны для купания создаются не только на Черноморском побережье края, но и в степных районах. В этом году было оборудовано 11 пляжей и 12 мест для отдыха вблизи водоемов. В этом году мы продолжили работу по исполнению вашего поручения о создании зон для купания жителей в степных районах Краснодарского края. В 2019 году число таких зон выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Но некоторые места на побережье не предназначены для купания. Так, 70 участков в регионе включены в перечень опасных. Из них только в Геленджике 34. Как рассказал руководитель Кубанского бассейнового водного управления Федерального ведомства Роман Авдеев, привести в порядок некоторые водоемы возможно. Но этот процесс замедляется из-за бюрократических споров. Нередко пляжи и акватории принадлежат разным собственникам. Нередко я слышу жалобы, когда, допустим, пляж находится в одного санатория, а вода находится непонятно у каких лиц. Притом по-разному водопользование, это по-настоящему является водопользованием. Просто взяли, прихватили, и идет конфликт между арендаторами пляжа, собственником санатория, который, естественно, этот пляж арендует, и, естественно, теми, кто взял на себя, да, в рамках, пусть даже, конкурсных процедур водопользования. Может быть, изначально синхронизироваться и с владельцами санаториев, которые являются арендаторами пляжей, с главой муниципальных образований и вашими претендентами. Особое внимание вопросам безопасности на воде и на суше. В этом году в крае произошло несколько резонансных случаев. Так, в Джубге из-за перегруза перевернулся прогулочный катер. В этой конкретной ситуации уже разобрались, теперь важно не повторить подобной трагедии. Туристы не должны бояться отдыхать на наших курортах, отметил губернатор. Сегодня необходим четкий и прозрачный регламент, который будет контролировать выход в море маломерных коммерческих судов. Я не против того, чтобы эти маломерные суда были. Мне важно, чтобы они работали по определенному регламенту, понятному для нас и безопасному для отдыхающих. Вот что должно быть. Регламент. Тогда мы должны четко потребовать от себя, в первую очередь, друг от друга, что технические зоны должны быть в строгом соответствии с постановлением главы муниципального образования. И там должен находиться диспетчер того же самого муниципального образования, который контролирует и прибытие, и отбытие. А раз туристы, либо те, кто сегодня владеет этими маломерными судами, любят причаливать и в другие бухточки, то давайте там сделаем технические зоны, там тоже пусть будет. По принципу, где люди протоптали, присаживайтесь в дорогу в парке или в сквере, там надо дорожку и прокладывать. Так и здесь. Если протоптали уже отдыхающие, туда и проложим условия для того, чтобы они могли легально на маломерных судах там причаливать, те, кто перевозит вот этих отдыхающих. То есть делать технические зоны везде, где они сегодня нужны. Сегодня у Краснодарского края есть все возможности, чтобы принимать как можно больше туристов не только летом, но и круглый год. Для этого нужно работать сообща, власти и бизнесу, уверен губернатор. Обеспечить безопасный и комфортный отдых гостям региона, чтобы в следующий сезон они вновь вспомнили о кубанских курортах. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Горные курорты Сочи назвали лучшими в России для сноубордистов. Туристический портал Турстат представил рейтинг российских горных курортов для катания предстоящей зимой. По данным аналитиков, аудитория катающихся на сноуборде и увлекающихся сноубордингом в России более трех миллионов человек. В основном такой спорт интересует людей в возрасте до 30 лет. Лучшими для сноубордистов признали курорты в Сочи. В первую десятку курортов в России для катания в новом зимнем сезоне вошли Роза Хутор и курорт Красная Поляна, бывший горкий город. Также в лидерах курорты Абзакова в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, Архыс и Дамбай в Карачаево-Черкесии. Больше 30 заповедников появится в Край до 2026 года. Об этом заявил губернатор на совещании в Краснодаре. Руководители профильных ведомств и главы районов доложили о ситуации с определением границ особо охраняемых природных территорий. Отдельным вопросом стало строительство в Агрийском заказнике Туапсинского района. Вениамин Кондратьев потребовал от властей муниципалитета разобраться в ситуации и ускорить работу по установлению границ зелёной зоны. Пока мы ведём работу по созданию этих территорий, кто-то ведёт огромнейшую тоже работу, подпольную, теневую, чтобы эти территории застроить. Я с уважением отношусь к строительному сектору экономики, но тем не менее, понятно, там коллеги, они призваны с точки зрения своей жизненной позиции зарабатывать. Это правильно. А мы призваны создать им условия для того, чтобы они зарабатывали, но точно определить, где они могут зарабатывать, а где не могут зарабатывать. За последние четыре года власти обозначили семь особо охраняемых природных территорий. Такие зоны создаются для восстановления экосистем. В Краснодарском крае таких участков на карте больше трёхсот. В список входят заповедники, заказники, дендропарки, ботанические сады и памятники природы. Стартовал третий сезон конкурса управленцев лидеры России. Уже за первую неделю после объявления регистрации были поданы десятки тысяч заявок. Ежегодно это мероприятие вызывает у жителей Кубани большой интерес, рассказал журналистам глава региона. Вениамин Кондратьев уверен, и в этот раз край войдёт в число лидеров по количеству участников. В прошлом году от региона в финал вышло восемь человек. Двое из них стали победителями. Это очень хороший трамплин и возможность для дальнейшего роста и развития. Яркий тому пример финалистка из Приморско-Ахтарска, которая стала заместителем министра курортов Краснодарского края. Думаю, в этом году мы не снизим планку. На Кубани много талантливых людей, для которых такой конкурс – реальный шанс применить свои знания и опыт, показать себя, найти наставников и научиться решать глобальные задачи. Губернатор пожелал удачи будущим участникам кадрового конкурса. Заявки будут приниматься до 27 октября. Сочинские колледжи и институты должны готовить студентов в соответствии с потребностями рынка труда. Об этом сегодня шла речь на встрече мэра Сочи Алексея Копайгородского с руководителями сочинских высших и среднеспециальных учебных заведений. На встрече говорили о развитии волонтерства, подготовке к празднованию 75-летия Победы. Были озвучены и проблемные вопросы, в частности, трудоустройство студентов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Так, здесь вот зачищай, держи провод. Так проходят занятия у электрика. В сочинском профтехникуме акцент на практику. В будущем придется потратить гораздо меньше времени на адаптацию на рабочем месте, говорят в ресурсном центре Кубанинерго. Здесь электросети не просто учат студентов, а готовят будущих коллег. Сотрудники сочинских электрических седей проводят лекции, мастер-классы, проводят стажировки, производственная практика на базе. Работодателя. Экзамены выпускные, квалификационные принимаются, а также принимают на работу к себе уже наших выпускников. Артем Кудрявцев – будущий электромонтер по обслуживанию подстанции. Говорит, выбор именно рабочей специальности вполне осознанный. Устроиться на работу, уверен студент, будет несложно. Менеджеров много, в рабочей специальности мало специалистов, и они всегда нужны. Думаю, пойти в Россети работать, там, монтажником по обслуживанию подстанций. Это уже получилось у 40 выпускников. Их приняли на работу сразу после получения диплома. Рабочие специальности весьма востребованы на курорте. В Сочи в 12 техникумах и колледжах можно выучиться на столера, автомеханика, мастера коммунального хозяйства, строителя, повара. В городе готовят действительно квалифицированных, официантов и бариста. Но проблемы с трудоустройством выпускников и вузов, и техникумов, каждый год это более 12 тысяч человек, все же остаются. Об этом шла речь на встрече главы города Алексея Копайгородского с руководителями высших и среднеспециальных учебных заведений. Самый главный вопрос, например, это как раз трудоустройство. Чтобы создавать условия, чтобы условия позволяли, чтобы выпускники наши не уезжали куда-то, а находились здесь. И вы знаете, что как ни крути, наш город – это жемчужина России, это гостеприимство. Для этого в Сочи будут проходить регулярные встречи выпускников с потенциальными работодателями. Такая практика в городе уже есть, и ее нужно возобновить, отметил мэр. Также на совещании говорили о развитии волонтерства, о подготовке к празднованию 75-летия Победы, профилактике экстремизма в молодежной среде. Затронули и проблемные вопросы. Один из них – отсутствие спортивной базы для студентов. Алексей Копайгородский поручил проработать этот вопрос. Один из выходов – студенты для занятий могут использовать и существующую городскую спортивную инфраструктуру. Также на совещании было принято решение создать совет при главе города по развитию профобразования, чтобы своевременно и оперативно решать все вопросы в этой важной отрасли. Ольга Десятого, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочинские студенты сыграют в ЗОЖ-квест. Это проект нового состава городского студенческого совета. Азбука здоровья, музыка ЗОЖ, полезное и неполезное, лабиринт здоровья – все это этапы квеста. В числе участников – студенты практически всех сочинских вузов и колледжей. Возраст участников – от 14 до 29 лет. Основная цель квеста – еще раз рассказать о вреде наркомании, алкоголизма, курения и о том, чем можно заменить эти вредные привычки в своей жизни. Профилактика – это не только лекции и круглые столы, но и игра. Ребята будут угадывать музыкальные треки на тему ЗОЖ, приседать на время, изображать пантомимы, испытывать свою логику и смекалку. Сбор участников в среду, 16 октября, в 15 часов в Комсомольском сквере. Названы самые частые ошибки школьников на ЕГЭ по русскому языку. Анализ Федерального института педагогических измерений публикует российская газета. Специалисты назвали ошибки, которые выпускники допускали на ЕГЭ в этом году. Статистика показывает, самой сложной орфограммой оказалось правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий. Вторыми по сложности оказали задания на проверку правописания разных суффиксов и приставок. Их выполнили в среднем 58% выпускников. Школьникам даже в 11 классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи. Грамматика у многих выпускников тоже хромает. Самые распространенные ошибки в работах – формы сравнительной и превосходной степеней. Дети пишут более лучшие, самые красивейшие. Много ошибок и в падежах. Также в этом году в ЕГЭ по русскому языку было введено новое задание на пунктуацию. Надо было разобраться со знаками припинания. С ним справилась только треть выпускников. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 15 октября в Сочи ясно. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем 21-23 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 20. В Сочи с похитителей электроэнергии в этом году взыскали 20 миллионов рублей. Кроме того, вступили в законную силу решения суда на погашение более 223 миллионов. Часть этих средств возмещается нарушителями добровольно. Остальные дела находятся в стадии принудительного исполнения. В этом году в результате проверок выявлено почти полторы сотни фактов незаконного подключения. Круг недобросовестных потребителей весьма широк. В их числе владельцы частных домов, мини-гостиницы, чаще всего оформленные, как ИЖС, предприятия, организации и многоквартирные жилые дома. Самовольное подключение к электрическим сетям влечет за собой штраф от 10 до 15 тысяч рублей на граждан, на должностных лиц до 80 тысяч рублей или дисквалификацию до двух лет, на юридических лиц до 200 тысяч рублей. А с июня ужесточилось наказание за повторное незаконное подключение. К примеру, предприятию такое самоуправство обойдется в 300 тысяч рублей, а его директору придется освободить кресло руководителя на три года. В Сочи за посредничество во взяточничестве будут судить адвоката и оперу полномоченного полиции. Адвокат, как установило следствие, взялся помочь местному жителю, в отношении которого начали проверку о мошенничестве. Защитник сговорился с полицейским и объявил своему клиенту. Уголовной ответственности может и не быть, если передать в органы предварительного следствия 3,5 миллиона рублей. О таком предложении мужчина сообщил в Краевое управление ФСБ. Деньги адвокату передали, посредник, в свою очередь, отвез их полицейскому. Дальнейшие действия были пресечены оперативниками ФСБ. Сейчас следствие устанавливает, не могли ли подозреваемые быть замешаны в других аналогичных эпизодах. К более приятным новостям. В Сочи 16 октября впервые прозвучит Стравинский. Сочинский симфонический оркестр готовит новую программу и в октябре исполнит произведение сразу трех выдающихся композиторов 20 века. Новая программа и сразу премьера. Сочинский симфонический оркестр замахнулся на Игоря Стравинского. Такие партитуры, говорит худрук Антон Лупченко, требуют большого количества участников на сцене. Ранее такой возможности не было, но сегодня городской симфонический оркестр может себе позволить многое. И в том числе сыграть сочинение Стравинского. Мы сыграем с Андреем Коробейниковым концерт, который написан для фортепиано духовых и ударных и контрабасов. На сцене будет неполный оркестр. А потом мы исполним после этого суиту из балета «Жар птица». Это один из главных балетов Игоря Стравинского и вообще главных балетов мировых. Он был показан на Парижской выставке в 1908 году и произвел фурор, в общем, можно сказать, революцию вообще в балетном искусстве, в музыкальном. И вот спустя 111 лет мы покажем впервые эту музыку в Сочи. Вторая премьера нового сезона также состоится в октябре, 24 числа. В Сочи приедет одна из самых известных пианисток страны Екатерина Мечетина. Вместе с сочинским симфоническим оркестром она исполнит первый концерт Рахманинова. В целом же в программе сезона великие партитуры русских классиков Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна. Билеты на концерты сочинского симфонического оркестра продаются на год вперед. Теперь слушатели могут заранее спланировать посещение органового зала и зимнего театра и даже приобрести абонемент на все 12 концертов нового сезона. В Сочи на фестивале бейсджампинга установили рекорд. Бейсджампинг – это прыжки с парашютом с фиксированных объектов. В Сочи спортсмены прыгают со скайбриджа – самого длинного пешеходного подвесного моста в России. Он расположен на высоте более 207 метров от земли. В этом году в Сочи приехали 50 опытных бейсджамперов из России, Франции, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции. В течение четырех дней гости фестиваля увидели вблизи прыжковые сессии. Всего было совершено около 800 прыжков. Одним из самых главных событий фестиваля в этом году стала установка мирового рекорда в массовом бейс-прыжке с моста. Такой прыжок на профессиональном сленге зовут «многовей». В этом году одновременно с самого длинного подвесного пешеходного моста в России прыгнули 27 человек. Олимпийский триатлон в Олимпийском Сочи. На курорте прошла одна из самых массовых и популярных гонок в России. Одержать свою личную спортивную победу приехали десятки россиян. Взобрались на пьедесталы сочинцы. В Сочи состоялся финиш турнира «Айрон Стар». В его рамках состоялся чемпионат Краснодарского края по триатлону на Олимпийской дистанции в эстафете. Полтора километра вплавь, 40 километров на велосипеде и 10 бегом. Такой километраж обычно считают стандартным. Он включен в программу Олимпийских игр. И здесь победу одержала команда девушек, для которых этот старт стал дебютом в триатлоне. Среди них оказалась и Сочинка. Мы бежали в эстафету Олимпийской дистанции. Полтора километра я плыла. Да. Я 40 километров ехала на велосипеде. И 10 я пробежала. Нереальные эмоции. И, конечно, когда ты находишься в такой команде заряженных на результат людей, это мотивирует на дальнейшие победы и достижения в жизни. Это нереальное удовольствие. Ты вспоминаешь потом гонку, как ты себя преодолел, что ты прошел, ты себя заставил. И ты стал сильнее духом. Ну и, естественно, на финише аплодисменты, восторги. Все знакомые радуются, приветствуют. Это и заряжает. Среди мужчин первое место заняла команда, полностью состоящая из сочинцев. Наверное, просто мы тренировались чуть-чуть больше. Ну а так будем думать, что родные стены помогают. Это очередной праздник спорта в нашем городе. Опять же, это развитие спорта в нашем городе. Это тоже радует. Масштабные старты сезона состоялись в Москве, Казани. Сочинский оказался самым ожидаемым и заключительным сезоном триатлона в России. Стартовая полоса сочинской трассы расположилась в Амеретинской низменности. Спортсмены не только испытали себя на прочность, но и пробежали по живописной набережной, проехали по шоссе в сторону Красной Поляны, а также увидели стадион Фишт и трассу Формулы-1. Тем временем российские триатлонисты уже готовятся к новому сезону. Известна и новая локация. Стартовать участники будут с песчаного пляжа Волги. В Сочи состоялся второй кубок главы города по кикбоксингу. В турнире приняли участие юные бойцы в возрасте от 8 до 18 лет. Центр национальных культур из Токи на два дня превратился в арену для боев. И здесь прошел второй кубок главы города по кикбоксингу. На открытие соревнований прибыли организаторы, тренеры и представители администрации. Вы выбрали спорт. Спорт выбрали в нашем городе порядка 80% детей школьного возраста. Для того, чтобы вы занимались спортом, в городе делается все. В этом году у нас уже в городе 26 спортивных школ. В том числе и для занятий кикбоксингом. Кикбоксинг – молодое по сочинским меркам единоборство. Но спортсмены уже радуют тренеров зрелыми результатами. За пять лет у нас ребята уже выиграли первенство края, первенство южно-федерального округа. Ребята попали в сборную России, то есть выиграли первенство России. В 2016 году один из наших спортсменов из Сочи поехал в Италию на первенство мира и одержал победу. В этом году двое спортсменов из города Сочи попали в сборную России и отправились в Венгрию на первенство Европы. Один из которых выступил удачно, выиграл, занял первое место. На Кубок города собрались около 130 спортсменов в трех возрастных категориях. Открывают турнир самые юные. В их действиях пока мало техники, зато много желания. На трибуне их поддерживают самые преданные болельщики. Великолепный праздник. Дети выступают, родители очень довольны. Спасибо организаторам. Прекрасное настроение. Эмоции хорошие, положительные. Организаторы молодцы. Хорошие бои организовали. Хорошо, что маленьких в первую очередь запускают. По итогам все призеры турнира награждены грамотами и медалями. Чемпионы получили заслуженные кубки. Победители также отобраны в сборную Сочи. Они будут отстаивать честь города на краевых соревнованиях. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.